МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 21 апреля. Вы смотрите программу День веков хронограф. 21 апреля в 1968 году произошел разгон милиции и солдатами манифестации крымских татар в городе Черчики, Ташкентской области, и арест около 300 человек. Мирно гуляющие люди подверглись нападению солдат и милиционеров, были избиты и облиты пожарными командами. Это событие непосредственно связано с историей депортации крымских татар в годы Второй мировой войны. Тогда, по приказу Наркома госбезопасности СССР Берия, в 1944 году крымские татары наряду с другими народами были выселены из своих родных мест по обвинению в предательстве и сотрудничестве с фашистскими оккупантами. Только в 1956 году указом Президиума Верховного Совета СССР крымские татары были освобождены от гласного надзора, а обвинение в предательстве было снято. Но, несмотря на реабилитацию, исключалась компенсация потерянного при депортации имущества, а также возможность свободного возвращения крымского татарского народа в Крым. Манифестация, которая состоялась 21 апреля 1968 года, носила целью поддержать требования о возвращении в Крым и о возрождении автономии. Буквально на следующий день, благодаря активистам крымско-татарского движения о черкисских событиях стало известно мировой общественности. Уже через два дня представители крымских татар направили протест в ЦК КПСС по поводу событий в Черчике. Впрочем, довольно долгое время вопрос о депортации так и не был решен. Лишь в ноябре 1989 Верховный Совет СССР осудил депортацию крымских татар и разрешил их возвращение на историческую родину. В 1991 году в Симферополь был созван Курултай, съезд, который провозгласил декларацию национального суверенитета, принял государственный флаг и государственный гимн. 21 апреля на календаре, и вы смотрите программу День веков хронограф. А теперь о событиях давних лет в мировой истории. В этот день, 21 апреля, римляне празднуют День рождения города в память об основании Рима легендарным Ромулом в 753 году до н.э. Историки Средневековья широко использовались эрой от основания города. То есть Рима, хотя в самой империи она не была столь популярной из-за споров о возрасте столицы. Хотя выдвигалось около 10 различных дат основания Рима, отправной точкой отсчеты эра от основания города стала считаться именно 21 апреля 753 года до н.э. по юлианскому календарю. День города римляне ежегодно отмечали как весенний праздник. Все дороги ведут в Рим. Не зря так считали древние путешественники. Побывать здесь было мечтой каждого. В самых отдаленных уголках гремела слава вечного города. Поэты воспевали его величие и богатство, его могущество и красоту. Символом города считается волчица, вскормившая близнецов Ромула и Рэма на Палатинском холме, где позднее Ромул и основал вечный город. Рим – самое туристическое место на Земле. Имена таких великих людей, как Гораций, Вергилий, Цицерон и Цезарь. Спартак, Рафаэль, Микеланджело, Гарибальди. Вот эти имена вспоминаешь, когда звучит слово «Рим». И когда в 410 году вестготы захватили и разграбили Рим, это произвело страшное впечатление на современников. Многие восприняли это событие как крушение всей империи и даже как начало света представления. Однако заметь, что окончательное падение Рима и Римской империи произошло позднее – в 476 году. В этот год один из германских наемников Адаакар сместил последнего западно-римского императора, которого по иронии судьбы звали, как и основателя Рима, Ромул. После нашествия варваров и крушения Римской империи последовали долгие столетия упадка, но это не было концом Рима. Риму удалось снова найти свое место в истории благодаря церкви и папству, вдохнувшим новую живительную струю в жизнь вечного города. Если крушение Римской империи часто рассматривается как начало эпохи раннего западноевропейского средневековья, то время великих географических открытий знаменует собой наступление эпохи средневековья позднего. А заговорили мы сегодня о географической открытии лишь потому, что сегодня, 21 апреля, в 1519 году на побережье Мексики высадился испанский конкистадор Эрнан Кортес, который разбил в этот же день лагерь, впоследствии превратившийся в город Веракрус. Интересно, что же могло подвигнуть бедного молодого испанца отправиться в совершенно неисследованную на тот момент Америку. А как и многих других ему подобных, его влекла жажда богатства, конечно же, и слава. Надо сказать, что он и получил то и другое. На тот момент территорию Мексики занимала могущественная и богатая цивилизация индейского племени ацтеков. Известно, что у Кортеса было всего 12 пушек, около 500 солдат, из которых только 13 человек были вооружены огнестрельным оружием. Каким же образом Кортесу удалось покорить целую империю? Да, огнестрельного оружия Кортеса действительно было как бы немного. Однако и этому количеству оружия и пушек ацтеки не могли ничего противопоставить. Кроме того, панический ужас наводили на индейцев лошади-пришельцев, которых они принимали за каких-то страшных чудовищ и при виде их просто разбегались, побросав все свое оружие. После длительной осады Кортесу удалось захватить столицу ацтеков Теначтитлан, которую позднее назвали Мехико. Сам же он стал губернатором и генерал-капитаном Мексики или, как ее еще называли, Новой Испанией. Кстати, среди индейцев существовала легенда, гласящая, что в стародавние времена империю ацтеков основал верховный бог Кетцалькуатль. Кстати, в храме Кетцалькуатль был изображен белым человеком с волнистой бородой, хотя сами ацтеки растительности на лице не имели. Легенда также утверждала, что белый бог прибыл из страны, где восходит солнце, на крылатом корабле. Он научил индейцев ремеслам и добрым обычаям, дал им мудрые законы и религию. Исполнив свою миссию, белый бог возвратился туда, откуда прибыл. Между прочим, бородатый бог предсказал появление белых завоевателей из-за моря, которые покорят все индейские племена и незверных богов, заменив их иноземным богом. Может быть, и в этом пророчестве крылась одна из причин падения империи ацтеков. 21 апреля 1898 года началась испано-американская война. Первая империалистическая война за передел колониальных владений. По иронии судьбы, агрессором выступал уже не старый свет, а новый в лице Соединенных Штатов Америки. А постепенно становившись более сильной страной США, поставили целью захват Кубы, Филиппин и Пуарторит, находившиеся под испанским владычеством. Эти владения рассматривались как ценные источники сырья и рынки, сбыта продукции и как важный плацдарм для экспансии капитала США в стран Азии и Латинской Америки. Время было подобрано как нельзя неудачно для Испании. Незадолго до этого на Кубе и Филиппинах начались восстания против испанского колониального гнета, чем и воспользовались США. Правительство Соединенных Штатов обещало поддержать их борьбу за независимость. Развернув кампанию против испанских жестокостей на Кубе, правительство США предъявило испанскому правительству ультиматум, фактически требовавший отказа Испании от Кубы. Но, естественно, отказ привел к началу чего? Войны. Война продлилась всего три с половиной месяца и закончилась капитуляция Испании. США же добились от Испании по Парижскому мирному договору передачи «Пуэрто-Рико», «Острово Гуам» и «Филиппин». Испании по Парижскому мирному договору